Вот с этого момента у нас уже вебинар записывается. Итак, наша сегодняшняя тема – это интернет-магазин одежды. Очень популярный вид e-commerce. Все больше и больше магазинов у нас возникает. Интересная ситуация, наверняка сами сталкивались с тем, что раньше интернет-магазин одежды – это скорее было как дополнение к оффлайн-точке продаж. То сейчас бывает все с точностью даже до наоборот. То есть масса примеров. Даже у нас в Рунете, когда интернет-магазин одежды открывается сначала в интернете, хорошо угадывают нишу, хорошо угадывают своего покупателя, начинают с ним работать, со своим покупателем растут и открывают уже какие-то свои оффлайн-точки. Кстати, на нашем сайте програбли.ру, если кто не знает, запишите себе програбли.ру. Как раз вчера, по-моему, была статья с одним из администраторов интернет-магазина одежды. Как раз такая ситуация и была. То есть открыли сначала в интернете, а потом уже открыли оффлайн-точку. Интересно, если кому-то можете зайти почитать. Програбли.ру. Что такое вообще Bittrex? Напишите, пожалуйста, в вопросах, есть ли у нас вообще люди, которые не знают, что такое Bittrex, ни разу с этим не сталкивались. Есть. Ну, если есть уже хотя бы один человек, то хотя бы ради него стоит рассказать чуть-чуть поподробнее, что это такое. Bittrex – это система для управления сайтом, причем для разных сайтов, начиная от каких-то лендинг-пейджей или сайтов-визиток и заканчивая крупными интернет-магазинами, большими сочными проектами. На данный момент на нашей платформе работает более 140 тысяч клиентов у нас, из которых 26,5 тысяч, уже больше, это интернет-магазины. Разработкой сайтов на нашей платформе занимаются веб-студии, компании-интеграторы. Мы их всех называем партнеры и больше 12 тысяч компаний по всему миру. Кроме того, есть интересная штука у нас, как Marketplace, чуть-чуть попозже, да, коснусь, это, грубо говоря, магазин-приложений для вашего интернет-магазина, которые могут расширять функционал или интегрировать ваш интернет-магазин с какими-то сторонними сервисами, ну, например, там, службами SMS-рассылки или службами онлайн-консультантов. Также в Marketplace есть готовые типовые интернет-магазины, сейчас мы чуть-чуть подробнее про это поговорим. И вот такой график от компании iTrack. Из него видно, что 62% компаний, которые используют коммерческие, то есть платные системы управления сайтом, они у нас в Фурнете работают на Битрексе. Ну, достаточно большая цифра, больше половины рынка мы занимаем, и каждые полгода, каждый год, когда эти данные обновляются, мы видим рост этой цифры, что не может не радовать. Ну, давайте сначала, да, с самого начала начнем. Вы решили открыть свой интернет-магазин, вы выбрали какую-то свою нишу, какую-то интересную одежду и обувь, и хотите запустить интернет-магазин. У вас есть несколько вариантов решения обычно. Либо вы обращаетесь в какую-то веб-студию и разрабатываете ваш сайт с нуля, то есть пишете техническое задание, рисуете дизайн, потом заказываете верстку и так далее, и так далее, и так далее. Вариант хороший, но дорогой и долгий. А второй вариант, когда вы используете готовое решение. Готовое решение – это какое-то универсальное решение, которое подходит практически для всех клиентов, которые собираются работать, ну, например, с одеждой и обувью, да, либо для каких-то более узких ниш, например, там, ну, какая-то определенная одежда, детская одежда, например. С какой-то своей спецификой. То есть вы берете уже это готовое решение, может быть, немножечко видоизменяете под себя, настраиваете под себя, либо самостоятельно, либо, опять же, с помощью наших партнеров, и запускаете свой интернет-магазин. То есть весь необходимый функционал, который обычно используется в интернет-магазинах одежды, он уже наверняка будет в этом готовом решении. И его не надо будет заказывать, чтобы его программировали. Можно просто брать и пользоваться. Мы сейчас с вами посмотрим наше готовое решение, которое мы предлагаем, ну, такое универсальное. Вот помимо этого готового решения, Михаил во второй части расскажет про свое готовое решение, да, которое на базе нашей платформы работает. Такое очень интересное, красивое. Ну, это уже Михаила часть. Вот, помимо этого у нас в Marketplace, как я уже говорил, да, более 250 разных готовых решений. Любых отраслей, не только одежда, там и шины, и диски есть, и все что угодно. Что включает в себя наше готовое решение? Во-первых, это адаптивный дизайн интернет-магазина. Посмотрим с вами на примере, что это такое. Но расскажу вообще, для чего это надо. Не секрет, что сейчас все больше и больше людей используют для выхода в интернет, для просмотра страниц, для хождения по интернет-магазинам различные мобильные устройства. Это и смартфоны, и планшеты. Возможно, что это что-то еще, не знаю, часы сейчас появились, но с часов, по-моему, все-таки в интернет еще покупки так не делают. Вот, и в зависимости от того, на каком устройстве открывается интернет-магазин, задача владельца интернет-магазина, чтобы посетитель этого магазина максимально удобно мог получить информацию, чтобы картинки ему было удобно смотреть, кнопку «Купить» было удобно нажать, и так далее. Так, мне что-то подсказывает здесь, что не слышно стало. Сейчас я открою раздел «Questions». Поставьте, пожалуйста, еще плюсики. Увидел я, что не слышно. Написать «Слышно», да? Ну, продолжаю тогда. Спасибо, кто пишет, что не слышно, но, скорее всего, это с вашей стороны проблема какая-то. Проверьте колоночки, может, вы выключили случайно. Вот, и наверняка вы сталкивались, да, когда один и тот же сайт по-разному отображается на компьютере и на мобильном устройстве. Давайте, наверное, сразу быстренько перескочу сейчас в браузер. Вот у меня такой вот наш новый дизайн нашего универсального шаблона открыт. И давайте я прям покажу, как это выглядит. Сейчас все сверну. Да, вот так вот, чтобы нам было удобнее. Смотрите, я буду тянуть сейчас экран браузера. Да? Вот у нас меню, вот у нас пошли товары и так далее. Если я все это буду сужать до определенной ширины, вот, то меню у нас уже исчезло, телефон уехал вниз, меню открывается так. Ну, и вы все наверняка уже знаете, как это работает, когда вы с мобильного устройства открываете. То есть, ну, видели, да, менюшечка такая, три палочки и так далее. Все сделано для того, что, ну, разница есть. Одно дело мышкой водить, клацать по кнопкам и прокручивать колесиком страничку, и другое дело делать это большим пальцем, держать телефон в руке. Разные методы поиска информации, разные методы просмотра контента, поэтому по-разному должно и отображаться. Вот это все называется адаптивная верстка. То есть, когда дизайн вашего сайта автоматически подстраивается под те параметры устройства, на котором оно отображается. То есть, на больших устройствах отображается одна картинка, на маленьких отображается уже немножечко видоизмененная другая. Поэтому, когда вы будете заказывать интернет-магазин, либо самостоятельно его делать, обязательно обращайте на это внимание, потому что, ну, мобильный трафик реально очень большой. Там, если я не ошибаюсь, там больше половины трафика у нас сейчас в мире так точно идет именно с мобильных устройств. Поэтому таких пользователей нельзя обижать. Надо сделать, чтобы им было максимально удобно пользоваться вашим интернет-магазином. Помимо этого, готовое решение уже содержит какие-то настроенные сервисы и типовый контент. Есть интересная штука, как мастер установки и настройки магазина. Сейчас увидим его. Есть демо-версия мобильного интернет-магазина. Есть мобильное приложение для администрирования. Тоже очень удобный функционал, когда просматривать заказы, строить какие-то отчеты вы можете прямо с вашего мобильного телефона. Причем это мобильное приложение, оно бесплатно. Вы можете прямо скачать его в App Store или в Google Play. Прямо сейчас называется B3024-админ. Попозже расскажу еще про это тоже. Ну и, соответственно, готовое решение, естественно, содержит весь функционал 1СБ3 в справлении с сайтом. Не весь функционал включен сразу, но функционалов на самом деле очень много. там, если мне не изменяет память, порядка 2100 различных функциональных решений. То есть, ну, собирали самое популярное, самое востребованное. То, что люди хотят видеть вообще на интернет-магазинах, да, к чему привыкли. Ну, в принципе, все это у нас уже реализовано. Можно брать и пользоваться. Как происходит установка? Если вы новичок в плане отношений с Bittrex, если никогда не видели, я рекомендую скачать демо-версию у нас на сайте в разделе «Скачать управление сайтом». Скачайте демо-версию, можете поставить ее себе либо локально, либо, если вы облатаете нужными знаниями, установить демо-версию на хостинг и, в принципе, уже на демо-версии начать разрабатывать свой интернет-магазин. Демо-версия полностью функциональна, она имеет ограничения только по сроку, на 30 дней рассчитана, и платные решения, естественно, на нее не привязываются. Бесплатные, по-моему, можно ставить. Сделано это для того, чтобы случайно вы какое-то платное решение в маркетплейсе к демо-ключу не привязали, а потом началась неразбериха, лицензию, допустим, решили не покупать, а как деньги за решение вернуть, которые в маркетплейсе нашли, уже будут сложности определенные. Как проходит процесс установки? Если вы когда-то устанавливали какие-то программы на компьютер, то, в принципе, здесь все очень похоже. Несколько шагов. Когда вы выбираете шаблон, ну, мы на примере выбрали шаблон интернет-магазина, выбираете тему оформления цветовую, заполняете информацию о сайте, контактную информацию, название вашего сайта, прочее-прочее, ссылки на какие-то ваши социальные, на профили в ваших социальных сетях, в вашей компании. устанавливаете настройки торгового каталога, там, например, включать складской учет, либо не включать. Есть у нас такая возможность складского учета прямо в админке вашего сайта. Подробнее попозже поговорим про нее. Далее, ну, информация непосредственно в магазине, там, ИНН, КПП, какие-то банковские реквизиты, типа плательщиков, с которыми вы будете работать, физические, юридические лица, способы оплаты и местоположения, то есть страны, районы, с которыми вы планируете осуществлять торговлю. И, в принципе, все. После запуска вашего интернет-магазина, если мы говорим о нашем готовом шаблоне, который я там коротенько показал, давайте, наверное, мы сейчас презентацию скроем и уже перейдем непосредственно в это приложение. Вот такой вот магазин у вас получится. Здесь забит демо-контент какой-то наш, ну, как раз по теме нашего сегодняшнего вебинара. Здесь одежда и обувь. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, у нас дизайн изменился. Если кто-то уже опытный пользователь Битрикс, с нами давно работает, наверняка это заметит. Он стал плоский, такой модный, современный. Единственное, в интернет-магазине, в первую очередь, что мы должны показать. Название вашей контактной данной наверху обязательно. Картинки. Обязательно должно быть видно, чем торгует ваш интернет-магазин. Ну, здесь у нас наобум можно поначалу подумать, что у нас интернет-магазин торгует ремнями. На самом деле, если не испыслимся, мы увидим, что еще и одежда и обувь. Не знаю, почему у меня тут в тренд сезона вылез ремень. По умолчанию поставил такой шаблон. Возможно, там много его покупали. Не знаю, надо посмотреть. Естественно, поиск. Причем это такой вот умный поиск. Вообще, пользователь, когда заходит на ваш сайт, у него как бы два основных сценария. Либо начинает по разделам шататься, заходит в раздел штаны, смотрит штаны, выбирает как-то там платье, нижнее белье или что-то еще. Либо он пользуется поиском. Если девушка ищет платье, то она начинает набирать платье. И умный поиск сразу же показывает какие-то варианты, предлагает, например, платья какие есть, либо вариант перейти в раздел. Поиск настраивается. Можно там только 3 единички, только 5 единиц товара отображать и так далее. Но это все уже такой более углубленный сценарий работы. Со стороны администратора интернет-магазина. Что у нас здесь появилось еще? Возможность сразу подписаться на рассылку. Про рассылку можно будет отдельно поговорить сегодня. Какие-то кнопки соцсетей, где мы присутствуем. Опять же, если соцсеть подключили, там твиты наши и так далее. Ну и внизу уже раздел новости. Опять же, там дублируем ссылки над соцсети, дублируем меню и, опять же, возможность подписаться на рассылку. Вот этот шаблон, он еще не окончательный. Он в ближайшее время будет немножечко еще переработан. Ну, стиль у него останется такой же, но как он будет выглядеть, давайте, наверное, покажу. Скорее всего, то есть рабочий вариант будет примерно такой. Да, то есть здесь у нас еще добавлен баннер какой-то, на который мы можем какую-то информацию о скидке или какой-то товар показывать и так далее. Популярные товары можно вывести. Ну, то есть, по сути, вид останется примерно таким же. Можно его немножечко под себя доработать уже, как вам этого захочется. Про поиск мы с вами поговорили. Давайте, наверное, перейдем сейчас в какой-нибудь раздел. Давайте в футболки перейдем. Интересный еще такой инструмент, как умный фильтр. Умный фильтр, вот он справа у нас, то есть мы зашли в какой-то раздел. Умный фильтр, который позволяет отсортировать товары по каким-то заданным параметрам. Например, нам нужны только красные футболки. Посмотрим, и нам сразу отобразится только красная футболка. Причем в прошлой версии, в 15.0, появился такой инструментарий, как фасетный индекс, который позволяет обрабатывать достаточно большие каталоги, там десятки, сотни тысяч товаров, и быстро отображать результаты вот этого вот отбора в умном фильтре прямо на экране пользователя. Реализовано это за счет, не знаю, если технически углубляться, там своего рода такая отдельная база данных, в которой при добавлении товара в ваш интернет-магазин сразу создается такая фасета, и дальше выбор вот этого фильтра выбирает уже данные из этой фасеты, где готовый какой-то товар лежит. Грубо говоря, так. Давайте перейдем в карточку товара. Наверное, покажу вам не на примере, а на слайде с презентацией, как она у нас выглядит, то есть что у нас здесь должно быть. Естественно, подробные параметры заказа, цвет, размеры, сразу в карточке товара мы какие-то можем увидеть логотипы бренда, какие-то другие графические элементы, ну, например, иконка бесплатной доставкой по всей России. Также подробная информация, да, вот если чуть-чуть прояснем, подробная информация, блок вы смотрели, блок рекомендуемых товаров, информация о наличии на складе может быть, товар может продаваться как набор и комплект, да, то есть мы можем продать набор. Набор это, мы пользователю предлагаем купить, например, платье, плюс ремень, плюс там нижнее белье и туфли. Он может что-то из этого набора убрать, ну и сразу цена автоматически пересчитывается. Если на набор какую-то мы скидку предоставляем определенную, то есть когда у нас все вот эти вот три товара вместе, то на набор еще какая-то скидка будет предоставлена. Либо мы можем продать товар комплектом, ну, комплектом, например, брюки и пиджак, да, мы можем продавать это, эти товары по отдельности, отдельно брюки, отдельно пиджак, а можем продать это как один товар, который будет называться у нас там костюм двойка. И вот костюм двойка, это будет комплект, который будет состоять из брюк и пиджака. Ну, все, что здесь стандартно, все, что мы привыкли видеть в интернет-магазинах, оно реализовано. Да, галерея фотографий, там фотографии могут по-разному отображаться, в настройках все это можно учесть. Ну, давайте посмотрим, как происходит процесс покупки. И, наверное, здесь мы уже опять вернемся к нашему интернет-магазину. Давайте вот купим какую-то футболку. Да, обратите внимание, я прямо навожу курсор на товар. У меня выскакивает такая выпадающая часть, в которой я могу выбрать количество, цвет, размер и быстро совершить покупку. Да, это окошечко я могу либо закрыть, либо перейти в корзину. И корзина – это уже такое место, где принимается последнее главное решение покупателя о том, покупать этот товар или нет. То есть в корзине мы, опять же, должны предоставить нашему клиенту выбор, если что, изменить какие-то свойства товара. Например, посмотрел, он решил взять не красную, а зеленую, или размер все-таки решил взять на размер побольше. Опять же, количество мы меняем, можем товар отложить и вернуться к нему через неделю, например, купить. Если мы предоставляем клиенту какую-то скидку и прислали ему, выделили ему какой-то купон, мы можем, он у нас может этот купон в корзине применить и оформить заказ. Значит, никого купона нет, мы просто оформим с вами заказ. Для оформления заказа нам понадобится какую-то информацию заполнить о себе, чтобы мы знали, с кем нам связываться. Ну, я сейчас заполню вот так, Никита. Запишу свой e-mail. Кстати, если кому интересно, можете себе записать, писать мне письма, если будут какие-то вопросы по работе с Bittrex, если что-то захотите уточнить, пишите обязательно. 8506, пускай будет у нас такой номер. Пускай будет, да, город Москва, улица, не знаю, улица Ленина. 1. Так. Вот так вот пускай у нас будет. Службы доставки, которыми мы предлагаем клиенту оплатить доллар. Мы предлагаем по умолчанию несколько служб доставки. Которые вы можете выбрать в настройках, с которыми вы будете работать. Например, там Почта России. Куча их разных есть. Мы сейчас отдельно, наверное, в админке посмотрим, как они настраиваются, как они выбираются. Причем службы доставки есть разные. Есть с автоматическим расчетом стоимости и с каким-то, может быть, фиксированным. Ну, опять же, если это автоматическая расчет стоимости, то будет обращение идти к серверу Почты России. И в зависимости от того, какие свойства товара прописаны, например, вес, если прописан реальный вес товара, то будет в зависимости от веса рассчитываться стоимость, ну, от веса и от региона, куда пойдет заказ. Ну, здесь у нас сейчас стоимость явно неправильная, потому что невидимо, что заказывали. Футболку, да, заказывали, но это явно цена для невесомой футболки. Таких футболок не бывает. Если бы у нас в футболке был указан реальный вес, я не знаю, сколько там, грамм 300-400, наверное, то цифра была бы совершенно другая. Вот. То есть это данные сервера Почты России, ну, и также вы можете расчет производить на основании каких-то табличных данных, то есть вы данные сами будете заносить. Например, там, что от 0 до 100 грамм стоимость доставки будет такая-то, там, от 100 до 200 такая-то и так далее. Здесь возможности моего, разные платежные системы, на слайде потом покажу, какие. Системы доставки. Ну, и с платежными системами также, да, то есть есть возможность оплаты Яндекс деньгами, есть возможность какими-то банковскими картами, либо через Kiwi терминал и так далее. Там тоже достаточно много разных платежных систем. То есть главное, чтобы у вас с этой платежной системой был подписан договор, были какие-то договорные отношения, они вам выделяют специальные ID, которые вы в настройках платежной системы на сайте вводите, и после этого вы можете принимать деньги вот с помощью этой платежной системы. Я давайте сейчас выберу, наверное, Сбербанк, чтобы показать, как будет выглядеть это у клиента. Сбербанк. Да, откроется вот такой вот счет, автоматически сгенерируется, который можно пойти и оформить. Смотрите, заказ оформлен от 16 июля, да, там заказ номер 16, то есть какие-то заказы у нас уже были на нашем сайте. Мы можем зайти в раздел, в персональный раздел нашего сайта, посмотреть, во-первых, историю заказа, отменить, повторить заказ, посмотреть подробности о заказе, да, если что, там счет нам понадобится опять распечатать, то он здесь у нас будет. Вот тут, где повторить оплату, нажмем. То есть вся информация о нашем заказе, она у нас, в случае чего, всегда под рукой. Что у нас еще можно в личном кабинете сделать, помимо того, чтобы посмотреть историю заказов? Вообще здесь еще раньше можно было по рассылке управлять, не знаю, в этом шаблоне, видимо, убрали, пока еще не добавили. Но я думаю, в ближайшее время это появится. Так, давайте, наверное, сейчас, если у кого-то есть вопросы, напишите мне их, чуть-чуть поотвечаю на вопросы, и потом мы с вами продолжим, уже перейдем в админку. А я сейчас попробую пока зайти как администратор, чтобы посмотреть вам, как... Так. Неверный логин, не пароль. Вспомнить пароль свой. Хочу зайти как администратор, чтобы показать, как у нас выглядит все со стороны админки. Так, ну получается, ладно, мы сейчас тогда сделаем по-другому. Так, пишите свои вопросы, сейчас буду смотреть. Забыл я пароль. Такой вот сайт у нас есть, если что, Bittrex Labs, на котором вы можете создать свою... запустить свою демо-версию, которая будет доступна в течение трех часов. Вот сайт процесс установки, который я показывал, сейчас достаточно быстро у нас пройдет. Так. Так. Ах, здесь старенький еще будет. Ну ничего страшного, мы потом обновимся. Я сейчас это очень быстро все сделаю. Ну, тут, кстати, заодно вы сможете увидеть, насколько быстро устанавливается Bittrex. Я не касаюсь этих настроек, просто их проскакиваю. Да, все пошло. Так, давайте посмотрим теперь ваши вопросы. Давайте попробую сначала начать. В конце прямо уже смотрю, интересные вопросы пошли. Так. Здравствуйте, я приобрел лицензию управления сайтом, редакция бизнес. При каждом обновлении системы сверстный шаблон не будет сползать? Ну, смотрите. А, уже ушел Тимирлан. Да нет, ничего сползать не будет. Но всегда стоит делать, при любом случае, вообще в любой жизненной ситуации, делайте архивную копию. Кстати, архивные копии на Bittrex делаются автоматически и делаются в облако. То есть, на какие-то удаленные сервера, что очень удобно. Вам не стоит бояться, что что-то с вашим хостингом случится. В случае даже, не дай бог, конечно, если что-то случится, вы всегда с этого облака сможете восстановиться. Это очень удобно. Нас за этот функционал очень сильно люди благодарят. Он многим спас их сайты. Имеет смысл покупать мобильное приложение в таком случае? Опять же, да, Тимирлан спрашивал. Смотрите, мы с вами сегодня, я рассказал, что такое адаптивный сайт. Давайте, пока у меня устанавливается интернет-магазин, я быстренько перескочу конец своей презентации и мы немножечко поговорим с вами про мобильное приложение. Так, перескочил уже. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Ну, раз произошел, да, такой форс-мажор небольшой у меня, я чуть-чуть перескочу. Расскажу про мобильное приложение адаптивный интернет-магазин. Безусловно, адаптивный интернет-магазин здорово, удобно. И вопрос, нужно ли тогда мобильное приложение, это разумный вопрос, логичный, он прямо напрашивается. Вот, с моей точки зрения, в зависимости от того, какой товар продаете. По своему опыту могу сказать, что мобильными приложениями магазинов одежды я пользуюсь. У меня стоит, наверное, где-то порядка трех-четырех таких приложений иностранных интернет-магазинов. И мне удобно. Я покупки делаю с этого приложения. Опять же, ну, для чего, почему? Во-первых, оно всегда под рукой. Мне не надо заходить в браузер, мне не надо вводить адрес, мне не надо авторизоваться каждый раз. Это удобно. Ну, хотя спорный аргумент. Это скорее, да, это скорее какие-то проблемы моей лени. Но очень удобная штука – пуш-уведомления. В принципе, если вы информацию о смене статуса заказа отсылаете человеку на почту, и клиенту этого хватает, он заходит там, не знаю, раз в день, проверяет почту, о, у меня заказ как-то изменился. Этого может быть достаточно. Пуш-уведомления все-таки, ну, не знаю, мне приятно, когда у меня все под контролем. Когда у меня прямо на телефоне появляется уведомление, что ваш заказ отгружен, ушел, и трек-номер у него такой-то. И я уже в другой программе этот трек-номер отслеживаю и смотрю, где он находится, когда поскорее этот товар ко мне придет. Вот что касается интернет-магазина одежды, вот, не знаю, зависит от покупателя, от психологии покупателя. Не могу здесь сказать. Возможно, Михаил как-то подробнее этой темы коснется. А вот если мы рассматриваем мобильное приложение для каких-то частых покупок, да, например, которые делаются там, ну, несколько раз в неделю, или, ну, хотя бы каждую неделю. Например, вот как у нас здесь на скриншоте, это суши, пицца, или, ну, вообще пускай это интернет-магазин доставит какой-то еды. Там, да, там важна оперативность, важны куш-уведомления, там мобильное приложение, наверное, более востребовано. Опять же, мобильное приложение это очень хороший способ залезть в телефон к вашему клиенту. А если вы залезли в телефон к вашему клиенту, если он поставил ваше приложение, это значит, что вы получили лояльного клиента. То есть этот человек вряд ли полезет куда-то на другой сайт конкурентам искать товар. У него есть ваше приложение. Зачем ему открывать браузер, вводить, искать что-то? Он нажал одну кнопку, выбрал, нашел нужный ему товар и купил его. Ну, это удобнее, это быстрее. Вот мои мысли по этому поводу. Возможно, ну, может быть, вы считаете по-другому, можно, с удовольствием прямо пообщаюсь, да, почту указывал. Можно по этому поводу поговорить. Ну, раз уж затронули тему мобильных устройств, как я и говорил, да, есть вот бесплатное предложение у нас для Питрикса для мобильного администрирования, которое позволяет детальный список, позволяет менять статусы. Так, что-то у меня здесь подзависло. позволяет менять статус, заказывать какие-то отчеты, строить и так далее. Ну, достаточно удобно. Можете установить демо-версию и скачать это мобильное приложение и посмотреть, как оно работает. Что касается мобильного приложения для клиентов, то есть мобильное приложение, которое ставится на устройство клиента и позволяет работать с вашим интернет-магазином. Разработка такого мобильного приложения достаточно дорогое удовольствие. С помощью нашей платформы можно значительно сэкономить денег и времени для разработки такого приложения. Смотрите, само приложение это по сути такая гибридная программа, которая частично берет данные с вашего сайта, то есть особым образом отображает вашу страничку, удобно, как адаптивная верстка, то есть удобно с экрана работать одним пальцем. С другой стороны, в отличие от того же адаптивного магазина, оно будет содержать всякие нативные фишки, те же самые пуш-оведомления или что-то еще, геолокация. И стоит саму лицензию на мобильное приложение денег, которое в разы дешевле, чем разработка отдельного мобильного приложения. Работает на базе битрикса, требует доступ к интернету с устройства клиента. Но в ближайшем релизе, насколько я знаю, уже осенью в новой версии мобильного приложения это будет необязательно. То есть, можно будет оффлайн какую-то информацию отдавать, каталог товаров, например. Наверняка будет оформление заказа тоже возможно оффлайн, а потом уже при подключении будет уходить заказ автоматически на ваш сервер. Но это пока еще скорее такие немножко домыслы мои. Следите за обновлениями, осенью будет новый релиз и там расскажут как раз про эти штуки. Чем еще удобно для разработки такого мобильного приложения на битриксе, вы в принципе можете обратиться к любому партнеру нашему битрикс, там для разработки не требуется каких-то специфических знаний. Если партнер умеет и знает как разрабатывать сайты на битриксе, то он разработает и мобильное приложение. Там технология мало чем отличается. Так, рассказал про мобильное приложение, осталось у меня порядка 20 минут, что достаточно немного. Давайте быстренько еще пару вопросиков и продолжим. Так, слышно, слышно, слышно пишет. Новый дизайн магазина спрашивает доступен ли для установки. Да, доступен. Можете скачать на сайте 1SBitrix раздел скачать. Скачать пробное управление сайтом выберите и скачайте. Возможно ли работать с коробочным сайтом на iMac спрашивают. дистрибутива для компьютеров Apple у нас нет, но в принципе возможно. Если кому интересно, напишите в почту и расскажу. Галина спрашивает а можем упаковку стоящую из размерной сетки. Галина не поняла немножечко вопрос более развернутый задайте пожалуйста. Так, еще посмотрю. Так, вот отличный вопрос как раз нам по теме. Как правильно вносить изменения в уже работающий интернет-магазин, чтобы ничего не сломать? А, хотя не совсем понимаю, Павел, как правильно носить изменения в уже работающем интернет-магазине, чтобы ничего не сломать? Если речь идет о интернет-магазине, который не на битриксе, уже работает, и вы хотите перейти на битрикс, здесь я вам скорее всего предложу обратиться к партнерам, которые расскажут, помогут вам сделать такой перенос. Там есть некоторые нюансы в плане SEO, надо с партнерами пообщаться. По поводу, если речь идет о управлении интернет-магазином, как сделать, то давайте посмотрим, как это происходит. Как раз сейчас мы загрузили сейчас в режиме администратора. Вот это предыдущая версия интернет-магазина, если что. Я уже не буду обновляться, там времени нет. Админка, административная часть не изменилась, поэтому посмотрим, как она у нас работает. Вот такая серая панелька появится у вас после того, как вы авторизуетесь как администратор, либо как пользователь, у которого есть какие-то администраторские права. Прямо здесь вы можете создавать странички, управлять сайтом, в принципе, и меню, и разделами, и так далее. И, наверное, самый такой интересный момент, это вот такой режим правки, такой ползунок, после включения которого у нас появится возможность наводить курсор на товары или на какие-то области, и редактировать. Давайте, наверное, сначала название магазина изменим. Самое такое простейшее, что мы можем сделать. Да, ну, например, будет не современная одежда, модная одежда. Модная одежда. Сейчас страничка у меня отобразится. Да, хлоп сразу изменился. Если что-то неправильно сделали, всегда можно отменить изменения. Но это последнее действие. если хотите прям сильно поэкспериментировать с сайтом, мой вам совет, сделайте копию, поднимите где-то на соседнем сервере, сделайте эту копию закрытой от публичного доступа, это все очень легко делается в настройках сайта, там одна галочка поставить, закрыть публичный доступ, и экспериментируйте там. Естественно, на боевой копии никто в здравом уме никаких экспериментов ставить не будет и не должен делать. Мало ли что. Вот редактирование товара, например, каким образом происходит всю информацию товара, название, заголовок браузера, артикул, картинки, все здесь указывается, ну если мы рекомендуем с этим товаром что-то покупать, тоже можно прямо здесь указать, выбрать с каталога товаров другой товар, с тапчиками, я не знаю, нижнее белье, что-то еще. Опять же, прямо здесь какое-то описание, анонсы, SEO-описание, есть у нас такой замечательный SEO-генератор, который автоматически генерирует SEO-описание, например, какой-то шаблон метод title, он генерируется автоматически из каких-то слов, которые мы написали ручками, например, каталог от магазина одежды, а вот this name это будет название товара. В общем, здесь настраиваются эти переменные по-разному, можно сюда автоматически и цвет выводить, и название товара, размеры, все, все, что вам угодно. появился функционал такого к Яндекс.Директу можно сразу подключить и размещать объявления по данному товару, например, сразу на Яндекс.Директу, на рекламных площадках. Разделы, в которых этот товар будет отображаться. Ну и Даня рассказал про такую штуку, как торговые предложения. То есть у нас те же самые тапочки, они могут быть разных размеров. То есть это один товар, но разной размерной сетки. Это называется торговые предложения. Поддержка таких торговых предложений у нас есть. Если у вас немного товаров в магазине, то в принципе вы можете воспользоваться генератором торговых предложений. Для того, чтобы каждый товар отдельно не заводить, выберите название товара, выбираете цвета, которые есть у вас в наличии этого товара, выбираете там, если это обувь, то размеры обуви, если не обувь, то размеры одежды, галки ставите, прикрепляете изображение, жмете сгенерировать, и у вас генерируется сразу десятка товаров. Времени можно массу сэкономить. Но на самом деле, для более-менее средних и уж тем более крупных магазинов, так или иначе все пользуются 1С, поэтому наверняка вы товар будете из 1С выгружать уже на свой магазин. Поэтому вам этот генератор товаров может быть и не потребуется. С 1С у нас интеграция есть, это тема отдельного вебинара. Если кому интересно, на сайте разделе вебинара на прошлой или позапрошлой неделе был как раз мастер-класс по интеграции с 1С. Достаточно подробно все вопросы рассматривались, не буду я этого касаться. Давайте, наверное, перейдем уже в админку. Времени совсем мало остается. Совсем, к сожалению, не успел вам про новинки рассказать про новинки, которые у нас появились по последней версии 15.5. Давайте договоримся, что расскажу это через 2 недели на вебинаре про детскую одежду. То есть, тоже первая часть будет именно касаемо платформы, я там коснусь именно новинок, а вторую часть, если кого не интересует детская одежда, можете не смотреть. Вот так выглядит админка. Что у нас здесь? рабочий стол, на котором какие-то гаджеты у нас, как мы называем это, гаджеты, график по продажам, информация, статистика по заказам и так далее. Далее раздел контент, где происходит непосредственно управление контентом сайта, причем как структурой сайта, такой логической, так и какими-то товарами, инфоблоками и так далее. Раздел сервисы, здесь разные инструменты для работы с вашим сайтом и возможность веб-формы создавать, чтобы потом размещать их на сайте, и техподдержка, социальные сети, форумы и так далее. Кстати, давайте покажу на скидочку, как некоторые вещи достаточно просто делаются на сайте, например, мы с вами хотим создать форум. Я просто сейчас создам страничку форум, пускай она будет пунктом меню у нас последним. В Gitx есть такое понятие как компоненты, вот этот список компонентов, мы можем просто брать эти компоненты и закидывать в визуальном редакторе на страничку. Например, я возьму сейчас комплексный компонент форума, ох, единственное, я не помню, заведен ли у меня там форум этот или нет. У меня форумов сейчас, наверное, нет никаких. Ну да, он по умолчанию, да, есть форум отзыва о товарах. Смотрите, хлоп, и форум у нас, в принципе, готов. Ну, он пустой, там никто еще не оставлял никаких сообщений, но тем не менее, вот такая вот страничка с форумом есть. И, в принципе, таким образом работают многие странички. Например, давайте доставку откроем. Информация давайте изменим эту страничку в редакторе. Попробуем карту сейчас закинуть. Единственное, у меня адрес склада, наверное, адрес склада сейчас информация о складе. Давайте вот так посмотрим. Не помню, что это за компонент, честно говоря, но посмотрим, то это не то. Да, такого у меня информация о складе не забита, поэтому не показываю. Ладно, не будем этого касаться. Далее, в админке для владельцев вас, для вас, как для владельцев интернет-магазина, самый важный раздел, наверное, это вот магазин и заказы. Такая вот форма это таблица заказов, то есть список всех заказов, которые были сделаны у вас на сайте. Есть фильтр, который позволяет по заданным критериям отфильтровать эти заказы. Фильтров можно создавать несколько, ограничений нет никаких, где вы можете сохранять. Например, уже настроенный фильтр, разрешенный к отправке. То есть все товары, у которых доставка разрешена. Давайте посмотрим эти заказы. Вот у нас только два заказа, у которых доставка разрешена. И давайте зайдем в сам заказ непосредственно. На данный момент вот так выглядит. Сейчас ближайший, может быть, даже как раз к нашему следующему вебинару уже будет появиться новая версия карточки заказа, где можно будет смотреть помимо информации о заказе, о составе заказа. Появится возможность отгрузки заказа по частям и оплата заказа по частям. Ну, это вот сейчас у нас пока в доработке уже. Уже скоро в бету отдадим. Заказ можно отредактировать, всегда связаться с клиентом. То есть, у нас контактные данные здесь есть. что-то изменить, что-то добавить, что-то предложить, если необходимо. Ну и, в принципе, прямо сюда может наш даже курьер зайти и распечатать какие-то документы самые необходимые. Так, совсем у меня мало времени осталось. Давайте, наверное, посмотрю сейчас вопросы, лучше подвечаю на вопросы, а потом, если останется время, то еще после Михаила расскажу про некоторые вещи. Михаил, можно уже, наверное, я думаю, начинать готовиться. Так, спрашивают, можно ли сделать выпадающие списки в верхнем меню? Немножко не понял вопроса. Ну, вот, если о таких списках есть, да, можно. Меню может быть многоуровневое, все настраивается. Так, можно ли открыть такой магазин с длинным другой страны? Не знаю, что такое длинным, наверное, доменом. Да, можно, Анастасия, но, Анастасия, на сожалению, уже не услышит. Так, про лодер спрашивают, Марк, немножко не понял вопроса, если не сложно, напишите на почту, как-нибудь созвонимся, сегодня пообщаемся. Автоматический расчет Почты России работает только из Москвы или из любого региона. Дмитрий, Дмитрий, насколько я помню, были сложности с работой из других регионов полтора или два года назад, и потом это все пофиксили. Если не работает, то пишите на техподдержку, должно работать. Так, как увеличить скорость загрузки сайта? В админке в мониторе скорости пишут, что загрузка сайта почти две секунды. По графикам скорости видно, что дело в графике, она тормозит, поэтому и скорость медленная. Смотрите, ну давайте попробую сейчас показать. Алексей, давайте, наверное, даже не буду сейчас показывать. У нас есть инструмент скорость работы сайта, который показывает в админке, позволяет как раз показывать, что у вас именно с сайтом не так, какие вещи у вас работают медленно. Я не успею уже сегодня это рассказать. Алексей, давайте на следующий вебинар прямо даже скажу дату. Договоримся? Или пишите мне на почту никита1sbitrix.ru прямо созвонимся, расскажу, как что правильно сделать. Так, следующий вебинар у нас будет вот он, 30 июля, интернет-магазин товаров для детей. Можете прямо сейчас, пока я с вами разговариваю, зарегистрироваться. Обязательно расскажу. Все вопросы сохраню, сегодня проанализирую и обязательно расскажу. «Будстрап шалдон вышел уже из альфы». Нет, пока еще не вышел. Так, сайт находится на серверах Великобритании, может быть, в этом проблема еще. Алексей, ну в том числе может и в этом проблема. Надо конкретнее, детальнее пообщаться. Запишите. А давайте, наверное, вот так сделаем. Я рассказал про платформу, сейчас немножечко про стоимость платформы расскажу. Та редакция, на которую мы сегодня смотрели, это редакция «Бизнес». Вот она. Вообще интернет-магазин есть в двух основных редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Они немножечко отличаются друг от друга по функционалу, в «Бизнесе» он пошире, в «Малом бизнесе» чуть поменьше. Подробное описание, если что, есть на сайте. И для крупных проектов есть еще «Энтерпрайз». Если кому-то интересно, что это такое, уже лично расскажу. между нами через две недели наверняка будет у нас запуститься традиционная наша августовская акция, поэтому если собираетесь приобрести лицензию, потерпите немножко. Будет много ничего интересного, приятного, хороших, приятных скидок. Но это так. Только для вас, грубо говоря, информация. Так, пока у меня здесь идет автосохранение Excel, я посмотрю другие вопросы. Скорость загрузки сайта, это мы с вами чуть-чуть говорили. «Какие сервисы лучше использовать для эквайринга? Павел, ну, какие вам подходят по вашим параметрам? Не знаю, в каких процент меньше или как по-другому? Работать с Яндексом, например. Если я правильно вас понял. Насчет мобильного приложения, дизайн, можно там изменять как-то? Тимирлан, напишите мне опять же на почту никита1sbitrix.ru, я прямо вышлю вам ссылку на вебинар по мобильному приложению, там прямо показывают, как можно изменять дизайн, причем делать это можно с помощью мастера прямо в админке сайта. Там ничего сложного, по сути это большинство это отображение обычной HTML-странички, поэтому, да, дизайн можно поменять. Расскажите, будет ли создаваться клиентская база автоматическая, если покупатель регистрируется в личном кабинете? если покупатель зарегистрировался на вашем сайте, то он уже стал у вас, да, он в вашу базу данных попал, и он у вас есть списки покупателей на сайте, в админке. Расскажите про версию Dev поподробнее. Михаил не понял, но это напишите. Что такое версия Dev для разработчиков, что ли, которая? Тайон файл включает, немножечко другое. Так, речи на функционале для продаж оптом. Продажа упаковки не поштучна, при этом отображение в карточке товара стоит соединить с товаром, но при выборе в корзину расчет суммы по количеству полной размерной сетки. Галина, сделать так можно, но боюсь, что можете самостоятельно не справиться, а при помощи партнеров да, можно. Как быть с цветами товара, когда у одного товара два или три цвета? Владимир, без проблем, заводите несколько, цветов товара. Будет бело-синий, красно-белый, красно-синий и так далее. И это будет как отдельный цвет. Главную иконку, я не пойму, что такое, Юля, спрашивают, можно ли главную иконку самостоятельно менять, каким образом. Юля, не пойму, что такое главная иконка. Давайте, наверное, это уже в почту. так, если что, вот моя почта. Интернет-бизнес, версия малобизнеса, как настроить личный кабинет пользователя? Отсутствует. Не может быть, Антон, что отсутствует. Личный кабинет пользователей в малом бизнесе в любом случае есть. Пишите на почту. Прямо, не знаю, подключимся к вам и покажу, что это есть. Да, про интерпрайс, если я как раз принимаю вопросы по интерпрайсу, занимаюсь интерпрайсом, поэтому пишите. Для тестирования разработки. Михаил, если вы являетесь нашим клиентом, то для тестирования... А, наверное, речь о том, чтобы версию... Я понял. Я понял вопрос. Смотрите, одну лицензию Bittrex можно установить на два хостинга, на два сервера. То есть, делать две установки. При этом, для соблюдения лицензионной политики лицензионного соглашения одна версия у вас может быть боевой, то есть, непосредственно ваш интернет-магазин открытая для публичного доступа, то есть, есть какое-то доменное имя, по которому правило, заходят пользователи, регистрируются у вас на сайте, совершают какие-то покупки. Вторая версия должна быть закрыта для публичного доступа. Если вопрос о том, как закрыть ее для публичного доступа, ну, если средствами Bittrex, то очень просто. Это настройки, это настройки продукта, настройки модулей, главный модуль, и в самом низу будет такая галочка «Закрыть доступ для посетителей». То есть, посетители, когда будут заходить на ваш сайт, они будут видеть сообщение, что сайт закрыт для публичного доступа, однако вы и посетители, которые авторизовались на сайте, то есть, которые набрали в адресной строке вот такую вот штучку, название вашего сайта «slash bitrex» и ввели, а, сейчас он не покажет, ну, в общем, если ввели туда логин и пароль, то попадете на сайт, сможете ходить там совершать какие-то действия, совершать покупки и так далее. Надеюсь, правильно понял вопрос. Так, друзья, давайте, наверное, передам уже слово Михаилу, а сам тихонечко почитаю оставшиеся вопросы, там я смотрю, в принципе, почти на все уже ответил, и поотвечаю уже лично, либо после Михаила озвучу эти вопросы. Так, Михаил, тебе слово. Переключаю. Так, Михаил, не слышно, может быть, звук надо включить. Ну-ка, сейчас попробую. Может быть, иконка зеленая с микрофоном не нажата у Михаила. Так, ну давайте, пока Михаил у нас настраивает звук, я еще поотвечаю на вопросы. Странно, что не работает, потому что так про интерприз сказал, пишите мне на почту. Оптимальные характеристики выделенного сервера под битрикс. Тимерлан, у нас как-то нет, нет таких данных, мы не даем данные. Обычный, средний сервер будет хорошо. Средний статистический. Как сделать так, чтобы при заказе администратору приходила информация на почту, а именно Фио. Павел, покажу, давайте в следующий раз как это делается. Так, где заводить? Так, про 2-3 цвета в торговом предложении или в общей карточке товара? Нет, смотрите, Владимир Свиткин, вопрос, где заводить 2-3 цвета, в торговом предложении или в общей карточке товара? Конечно, в торговом предложении. Как это выразится в умном поиске? У вас будет заведено несколько цветов, если, ах, я уже не покажу, смотрите, вы в умном фильтре, у вас будет отображаться, например, несколько товаров, красно-синий цвет, красно-синий, красно-белый, и так далее. Или вы хотите, чтобы у вас... Расскажите мне, что за товар? То есть, смотрите, если мы говорим, например, о футболке, да, футболка у нас бывает, допустим, белая, красная... Никита, меня слышно сейчас? Да, слышно Михаила. Ой, глава минка небольшая. Михаила, одну секундочку, дай я вот Владимир закончу отвечать на вопрос. Владимир, давайте с вами голосом поговорим, потому что я примерно понимаю, о чем вы говорите, но надо голосом пообщаться. Реализовать можно, такой мой ответ, но есть нюансы. Так, все, я отключаюсь, передаю слово Михаилу. Спасибо. Так, коллеги, добрый день. Меня зовут Михаил Шуфер, директор по развитию компании Ромза. Прежде чем мы начнем с вами разговаривать по теме ниши одежды и торговли в интернете одеждой, давайте немного познакомимся между собой. Я сейчас расскажу про нашу компанию, кто мы, чем мы занимаемся, и хотелось бы, чтобы вы также рассказали о себе. Пожалуйста, в поле вопросы напишите, кем вы являетесь. Возможно, вы стартапер, который только думает создать свой первый бизнес, с интернет-магазин одежды. Возможно, у вас уже есть какой-то бизнес, и вы открываете новое направление. Кто-то у нас может слушать, кто является партнером Bittrex, и рассматривать для себя другие интересные решения, ниши. Или, может быть, вы какой-нибудь технический специалист при какой-то компании, предприятии, или маркетолог при предприятии, и тоже выполняете какую-то задачу руководства. Пока пишите, а я расскажу о нас. Собственно, студия тиражных решений Ромза, здесь у вас на экране видно наших сотрудников, здесь далеко не все, здесь треть наших сотрудников, у нас 15 человек. Что важно, непосредственно наш директор Забодин Роман является одним из пяти партнеров Bittrex, которые отмечены знаком MVP, то есть в целом у Bittrex около 10 тысяч партнеров и пять из них отмечены тем, что внесли большой вклад в развитие платформы. В том числе мы стояли как раз у истоков рынка маркетплейса, рынка готовых решений, продвигали необходимость его создания. Если вы зайдете на маркетплейс Bittrex, собственно, найдете нас как партнера, то есть вы увидите здесь множество решений, мы на этом только и специализируемся на готовых решениях под различные ниши. последнее решение, которое мы выпускали, это был Bittronic 2, это интернет-магазин бытовой техники электроники. Возвращаюсь к нашей компании и сейчас посмотрю, что вы ответили на вопросы, кем являетесь. Вижу, на протяжении всего вебинара нам то один то другой человек задают вопрос по поводу записи. Запись в любом случае будет, поэтому можете не волноваться, по этому поводу. Смотрю, кто у нас есть еще. Юлия отвечает, что есть оптовая продажа, сайт, созданный на Bittrex, планирует запустить розницу. Тоже у нас есть интернет-предприниматели, которые продают зонтики. Есть, кто является техническим партнером, то есть руководителями студии, и в то же время директора магазина одежды. Есть те, кто планирует только запускать, изучают платформу. Отлично. Давайте тогда я сейчас посмотрю, еще у нас есть собственники, технические партнеры. Сейчас расскажу, о чем будет непосредственно мой доклад. В первой части Никита больше рассказывал про технические особенности и особенности платформы. Я планирую посвятить свой доклад, примерно его половину непосредственно ниши одежды. Какие у нее есть особенности, как стартовать торговлю и кем является покупатель в России. Дать вам небольшую аналитику. Затем уже предоставить варианты, если стартовать свой интернет-магазин, плюсы-минусы готовых решений, то есть по сравнению с индивидуальной разработкой. И покажу в сравнении тоже, чтобы вы могли выбирать, то есть непосредственно наш магазин, который интернет-магазин одежды аппарель. Давайте приступлю. Так, прежде всего, если говорить про торговлю в интернете, нужно понять, а какой у нас рынок, насколько он большой. Еще в 2012 году объем рынка составлял 405 миллиардов рублей и рост примерно на 27 процентов в год. За 2013 год объем рынка составил 470 миллиардов рост еще на 15 процентов. За 2014 по предвидетельным данным, которые у меня были, то есть это было уже ближе к 600 миллиардам. То есть мы видим, что деньги в интернет-торговле есть. Это как раз то, что говорил Никита, что интернет-магазины становятся не просто дополнением к действующему бизнесу, а одним из основных каналов продаж. Что мы можем сказать про нишу торговли одеждой и аксессуарами? Наряду с бытовой техникой, это одна из самых популярных ниш. То есть мы видим, что популярные ниши еще косметика, мобильные телефоны, электроника. И примерно 42% интернет-покупателей берут одежду в интернете. То есть практически каждый второй интернет-покупатель хоть раз брал одежду. При определенном данном объем рынка интернет-покупок именно одежды составил 120 миллиардов рублей в 2014 году. Это примерно 325 миллионов каждый день. Вопрос к вам. Кто-нибудь из вас покупал одежду в интернете? Можете написать и еще поставить например M+, если это вы мужчина, или G+, если вы девушка или женщина. мы посмотрим кто из нас как часто брал одежду в интернете. Сейчас перехожу смотрю. Галина Гончарук говорит да брали Ади Михаил мужчина брал один раз черную пятницу куртку со скидкой 80%. Пока смотрю кто у нас отвечает у нас примерно поровну и мужчина и женщина. опыт был в том числе среди наших слушателей. Павел Редюхин даже много покупал у нас. Давайте перейдем дальше по перспективам в целом торговли одежды. Как вы думаете что же именно покупатели берут чаще всего? Как составить свою ассортиментную матрицу то есть непосредственно товары ассортимент который будет продаваться у вас в интернет магазине. На первом месте мы смотрим что по статистике то что просто выбрать это футболки это топы это различные толстовки на втором месте это обувь и на третьем месте у нас идет с небольшим лидированием платья то есть это чисто женский ассортимент и на четвертом женском мужской это рубашки и блузки. Кстати для сравнения можно посмотреть самую непопулярную одежду и аксессуары которые по вопросам никогда бы люди не стали покупать достаточно много людей говорили что обувь никогда бы не стали покупать а также брюки и верхнюю одежду ну вот у нас был пример что покупали куртку со скидкой так что эти тренды они все равно переламываются рынком то есть покупательское поведение изменяется то есть люди привыкают покупать в интернете кстати по аналитике у меня есть более подробные цифры могу их выставить вам по запросу внизу тут есть моя почта шушер.мсобачкоронзор.ру то есть можно мне прямо сейчас написать то есть после вебинара я вам вышлю аналитику так кстати средний чек при покупке составляет около 3000 рублей когда вы составляете бизнес план то есть вы можете на это ориентироваться что средний чек 3000 рублей примерно составляет долю частоты покупок с учетом демисезонности то что у нас 4 времени года присутствует это большой плюс по сравнению с другими странами то есть где другой климат например и ярко выраженное лето например только там осень у нас есть 4 времени года итак сколько же вот таких у нас покупателей непосредственно кто берут одежду в интернете около 16 миллионов на 2013 год и в 2014 году с ростом рынка их на 33% их было примерно 20-22 миллиона вы видите здесь что чаще всего суммарно продавалось по количеству интернет-покупателей как ни странно это одежда обувь на втором месте у нас различные брюки платья рубашки и на третьем месте это аксессуары причем здесь надо обращать внимание что один тот же покупатель он мог и то и другое и третье брать здесь именно количество покупок количество интернет-покупателей кто больше что брал показано и вопрос где же эти покупатели сосредоточены где их надо искать где основные рынки сбыта как мы видим примерно четверть это Москва прежде всего вместе с Московской областью она занимает почти треть рынка остальное это регионы 20% это города миллионеры еще 25% города от 100 до 500 тысяч по населению поэтому имеет смысл как открываться в регионах так и делать доставку по всей стране напишите пожалуйста в чат есть у нас среди слушателей представители то есть города не миллионника например то есть у вас меньше миллиона жителей чтобы было понятно посмотрю кто еще что-то кричал вот все Сергей говорит что одежду не покупал Павел Дедюхин 600 тысяч Сергей из Сочи нам пишет достаточно крупные все равно города идут с большими рынками Сочи полмиллиона да Роман из вот с небольшого города 160 тысяч прежде чем пойти дальше давайте взглянем на успешных игроков России их достаточно много это Валберис это Ото это Ламода Куэли что примечательно что например можно почитать историю Валберис они начинались как небольшой магазин то есть частная домохозяйка и выросли в большой магазин делая ставку на то что у них были бесплатные возвраты это одна из особенностей ниши достаточно большая доля возвратов по сравнению с другими но зато и большая доля покупок В конце своего доклада перечтем перейти к показу нашего решения то есть я вам покажу еще непосредственно эти магазины что их объединяет в части внешнего вида кстати вот в сумме эти успешные игроки они занимают более 60% рынка то есть на нас с вами остается еще около 40% рынка и конечно что при этом важно знать что как и у любой ниши у ниши торговли одежды есть свои особенности вот те у кого уже есть бизнес то есть связанный с торговой одеждой знают про сезонность одежды это и плюс и минус одежда устаревает нужно заранее планировать акции распродавать а в то же время плюс что у нас 4 сезона то есть у людей есть потребность в новой одежде соответственно каждому сезону второе это то что покупателям важна примерка в случае интернет магазина мы такое не можем сделать можем обеспечить какую-то виртуальную примерку техническими средствами но в большинстве случаев нужно закладывать какую-то долю возвратов то есть что купят но не понравится будет возврат можно использовать сеть постаматов то есть даже есть постаматы с примерочными то есть когда можно померить и сразу возвращать товар постаматы это сеть служб доставок которые расположены в крупных торговых центрах и практически по всей России и по сути доставка отдается на аутсорсинг благодаря ним маркетинг конечно покупателям нужно о себе напоминать особенно с учетом что все-таки ниша торговли одежды одежда это все-таки больше женская ниша с точки зрения покупателей покупают чаще всего женщины сотрудничество с различными купонными программами сочетание нескольких наборов одежды то есть использование рассылки то есть постоянный контакт с покупателем Нигита говорил про мобильное приложение да то есть нужно оно или не нужно вот с точки зрения именно маркетинга да вот то что магазин в кармане да мобильное приложение нужно потому что если вы создаете какую-то акцию то есть у вас какой-то новый завоз коллекции вы просто делаете некое оповещение настройку в этом мобильном приложении и у каждого у кого оно установлено всплывает какое-то пуш уведомление то есть он гарантированно его увидит и больше шансов что купит именно у вас да скажем чем у другого интернет-магазина когда он заглянет именно в гугл в браузер и начнет набирать ваш адрес только когда он вспомнит о вас ну и соответственно по сравнению с той же рассылкой электронной то есть частота открытия то есть пуш и давление в мобильных приложениях то есть по сравнению с почтой конечно больше поэтому смысл есть нужно оценивать нужно ли сейчас на этапе старта либо уже на этапе действующего магазина и последнее у меня идет ассортимент чем отличаются интернет-магазины это то что вы можете выкладывать большой ассортимент не имея данного товара в наличии и уже под заказ его заказывать как делают ноги там с Алибабы откуда-то еще с Китая заказывают товары и по крайней мере с этого начинать какие ниши можно выделить для быстрого старта в интернете Никита про это рассказывал это прежде всего детские вещи дети растут им нужна новая одежда это как раз работа с постоянными покупателями то есть удобно что напряжение там 10-15 лет то есть если у вас хорошо схожатся отношения то есть у вас будет покупатель это мамы это беременные это какие-то молодежные вещи это хирсы экстремалы то есть это вот новые тренды кстати сюда же наверное можно уже отнести тренд по спорту и здоровому образу жизни то есть привязываться сюда специализированная ниша может быть по спецодежде то есть в том числе у вас может быть свое отелье то есть интернет-магазин как канал продаж вечерние свадебные платья ну конечно нижнее белье то есть отличающиеся большой наценкой и брендовые вещи в которых плюс что есть поддержка бренда то есть люди знают где даст люди знают найпуму и прочие большие бренды что мы видим в одежде много поднижек на которых можно зарабатывать теперь давайте поговорим о том что вы решили создать интернет-магазин и стали перед выбором разработка на заказ или брать готовое решение что при таком выборе нужно прежде всего понимать прежде всего что время деньги заказная разработка это индивидуальная разработка это труд трех-четырех специалистов это дизайнер который непосредственно рисует дизайн это верстальщик который превозует его уже в какие-то странички программист который заканчивает его в окончательном виде выдает вам творение и невидимой рукой где-то здесь еще некий проект-менеджер либо директор который контактирует постоянно с вами и осуществляет взаимодействие это выливается в большие деньги то есть Никита говорил по стоимости платформы на уровне 30-60 тысяч стоимость заказной разработки можно спокойно умножать на 10 300-600 тысяч бывает и больше у меня были люди которые отказывались в пользу готовых решений и при этом до этого делали магазин за миллион вот и также нужно понимать что что более важно это иногда это время то есть на то чтобы сделать магазин идет 3 месяца а может быть и даже полгода время уже уйдет с ученого особенно сезонности например сейчас у нас лето и то то есть уже летние вещи они уже распадаются и так если вам нужно распадать летние вещи то нужно стартовать сразу второе это то что если у вас не было опыта создания интернет-магазинов вообще как-то работы с ними то то что вы планируете сделать может не совпасть с реальностью то есть то что вам сделают при этом в лучшем случае вы получите свое творчество за свои же деньги а в худшем ну чужое творчество за свои деньги ну и собственно про то что я говорил почему мы являемся идеологами готовых решений то есть мы распорядуем одну идею что бизнес-процессы они везде одинаковые успешный магазин одежды Valberis он не сильно отличается от магазина ну той же ламоды по некому техническому функционалу и магазин одежды в Саранске например от интернет-магазина от интернет-магазина одежды в Сочи и если знать эти закономерности можно просто сделать одно решение которое удовлетворяет бизнес-процессом и за меньшую стоимость его продавать то есть то чем мы занимаемся изучаем успешные интернет-магазины и интегрируем их в фишки в одном решении вот готовое решение это быстрый старт то есть вы можете сразу начать пока конкуренты еще разрабатывают магазин ну и определенная экономия бюджета то есть по стоимости вас ориентирует что на рынке marketplace готовое решение стоит там от 15 до 40 тысяч в среднем то есть даже вилка средняя от 15 до 30 ну и также это большой выбор вы уже видите что есть интернет-магазины одежды которые работают на этом решении то есть это соответствующим минимуму рискам это возможность также доработать под себя решение и так как Никита рассказывал про битекс 15.5 версию что выходят новые фишки точно так же и готовое решение дорабатывается обновляется на основе обратной связи от пользователей ну и к слову о слог практики давайте сейчас посмотрим сначала крупный интернет-магазин а потом непосредственно наше решение аппарель решение по одежду сейчас перехожу в браузер так я открыл интернет-магазин одежды ламода есть такой интернет-магазин прежде всего что мы видим сразу это непосредственно каталог то есть разделы отдельно выделенные распродажи УТП УТП магазина как раз то о чем я вам говорил бесплатная доставка по всей России ну и кстати доставка еще по времени у них на следующий день практически у всех интернет-магазинов крупных у них есть большой слайд с баннерами то есть особенно по одежде когда постоянно меняются товары какие-то сезоны скидки распродажи то есть обязательный слайд здесь мы видим если возвращаемся на главную сразу нас просят подписаться это для того чтобы даже если покупатель не купит он подпишется и можно будет с ним работать потом изучать его о каких-то скидках идем ниже есть мобильное приложение так дальше мы видим различные программы лояльности и список брендов то есть манго ревералф витач спецблоки рекомендуемые товары и то есть вот здесь мы видим как и витрина обычного магазина используют принцип скидки то есть раньше стоило 3 800 сейчас 1900 и в конце в подвале то есть еще раз описание в принципе не рекомендации какие-то по посещению так сейчас этот магазин закрываю если мы откроем Валберис ну собственно что мы видим то же самое большой каталог товаров то есть здесь более широкий ассортимент непосредственно слайдер то есть с акцией УТП бесплатная доставка пункты самовыгоза акции различные ликвидация то есть это у нас более мелкие акции и снова спецблоки то есть новые поступления то есть здесь вот чем отличается фломода есть фотографии пользователей то есть не как мильвейстиль то есть снибает свои фото хорошая кстати придумка с точки зрения вовлечения то есть видим новостной блок и снова популярные бренды то есть в самом низу то есть здесь популярные бренды и снова описание ссылки вконтакте и прочим впрочем давайте теперь перейдем к непосредственно магазину нашему аппарель магазин одежды аппарель сейчас сверху вы видите у меня есть вот такая серая полоса то есть это полоса администратора то есть для пользователя она не будет видна что мы здесь видим точно так же видим наши контакты все контакты список брендов и конечно большой слайд с баннерами которые меняются то есть где можно говорить о каких новинках сезонах точно так же небольшие баннеры по акциям то есть это скидка по ходу москутову летняя коллекция слева у нас идут каталог товаров мужское и женское и по центру мы видим точно так же спецблоки например бестселлеры то есть товары которые популярны у нас как видите при наведении на товар я его могу сразу положить в корзину то есть это вот такая сплывашка специально нами доработанная не везде она есть либо сравнить его с другими товарами добавить в избранную но потом я еще подробнее расскажу если обратили внимание то слева у меня есть новостной блок модной коллекции вежня бежевая сумка новый сезонный ряд модные новинки точно так же ну и непосредственно на нашу УТП и бренды по алфавитному списку для любого интернет-магазина на текущий момент стендарт качества это на битрикс и не только на битрикс чтобы он был адаптивный а в случае битрикс это еще композитный ну и чтобы у него была возможность менять цветовые схемы адаптивные то есть это то что у нас интернет-магазин корректно отображается на мобильных устройствах на различных смартфонах это очень важно почему потому что более половины трафика сейчас в интернете составляет трафик мобильных устройств соответственно может быть даже в первую очередь мы должны тестировать именно отображение нашего магазина на мобильных устройств для примера я свернул окошко браузера то есть у меня магазин сразу подстроился под отображением вот примерно так он будет выглядеть на мобильных смартфонах кстати вы можете тоже сейчас просто со своего устройства мобильного лизниверс планшета смартфон планшет зайти аппарель.ру и посмотреть как у вас отображается второе это поддержка композита очень важно чтобы магазин быстро загружался то есть пользователю приходилось ждать это у нас тоже есть включается настройками к сожалению вот так же визуально это показать как и адаптивность я вам не смогу то есть поэтому только через настройки админки сейчас здесь у нас не включен и на главной странице еще посмотрю то есть что мы можем иметь это цветовые схемы например желтые давайте поставим да вот видим что сменилась цветовая схема кстати про подписку точно так же у нас в подвале есть информация о нас и возможность подписаться теперь давайте перейдем непосредственно к рассмотрению каталога товаров вы видите у меня здесь есть строка поиска и каталог товаров мужской и женской давайте для примера зайду в женскую одежду одежда блузки комфорт кофточки вот он вот тут у нас одна блузка давайте я просто в одежду зайду чтобы было побольше товаров вот у нас уже несколько страниц каталога товаров если мы начнем перелистывать обратите внимание что товары у нас подгружаются без загрузки странички что важно еще раз покажу если можете выбирать как вы думаете у меня сейчас вопрос ко всем у нас есть тут фильтр по каким параметрам чаще всего ищут одежду в интернете смотрю ваш ответ по темирлан по бренду по размеру да все верно чаще всего спрашивают бренд размер цвет ну и еще есть такое что по распродаже у нас решение это тоже учтено чем тем что можно вынести рекомендуемые параметры сразу на главную страничку в фильтре то есть у нас вынесли бренд материал страна производитель материал кстати тоже один из критериев то есть предположим я оставлю бренд форентина вот у меня осталась только одежда этого бренда если я сейчас разверну подробный фильтр то у меня появятся и другие различные характеристики то есть например женская размер тот же размер то есть могу там поставить 6 и 4 вот только осталось 2 товара и их кстати можно сортировать по новованию по новизне по стоимости популярности по рейтингу тоже важно то есть вот здесь сверху я вижу что непосредственно я выиграл то есть женская это 6 размер сейчас я сброшу параметр у нас среди слушателей есть люди которые уже занимаются оптом планируют розницу есть кто только планирует розницу только планирует опт для этих продаж важно представление в каталоге если это у нас розничная то это конечно яркая картинка то есть яркая картинка полностью представленная у нас каталоги если это у нас опт то чаще всего это уже выбор сколько нам нужно товаров и это другое отображение для примера я вам покажу как можно менять вид отображения на сайте вот у нас можно списком сделать вид отображения и можно непосредственно в табличном виде так чтобы можно было сразу указывать количество и вложить в корзину это как раз для оптовых покупателей вернусь еще раз в каталог например по лыжу какой-нибудь товаров корзину вы обратили что корзина у нас затряслась вот у нас множество таких мелких анимационных эффектов есть по всему сайту этой работы нашего верстальщика на что хочу обратить ваше внимание то есть на вот панельку сплашку то есть когда мы наводим на любой товар на изображение открывается его краткое описание количество и возможности добавить его вызданное либо в сравнении с другими товарами наличие на складах и возможность положить в корзину то есть не везде это есть то есть это возможность быстро определиться с выбором ну и посмотрим давайте непосредственно товар с какой-нибудь балетки предположим мы видим непосредственно описание конечно то есть в виде фотографии то есть можем их также увеличить встать видим что они в наличии есть о них отзывы то есть в среднем троечка так точно так же описание видим наличие склада на вкладе то есть нет у нас здесь наличия на дополнительных складах и видим рекомендуемые товары на наши отзывы для примеров то есть что еще можно делать с непосредственно товаром то есть как его представлять то есть я помню что у нас были вопросы по поводу цветов цветов товара например сейчас покажу вот джемпер мандига смотрите то есть заведено свойство цвета когда мы меняем цвет то меняется товар и видим свойство размер 3.2.3.6.3.8 есть наличие если я ставлю 3.2 у меня есть указатель что этого товара нету в наличии ну кстати точно так же можем увеличить если нужно товар что еще важно при покупках скажите мне кто-нибудь из вас собирается торговать с разной наценкой по России или с одинаковой грубо говоря то есть у вас есть интернет-магазин и туда заходит покупатель с Москвой ему показывается та же цена если зайдет покупатель с Красноярской или разная как вы планируете свой бизнес-процесс так захожу у кого одинаковые есть у кого разные интересно посмотреть как разные смотрите к чему я это задал такой вопрос у нас есть модуль который позволяет устанавливать разную цену на разных плодах в битрексе то есть в зависимости от города для чего это сделано как раз для того чтобы можно было сдавать такую возможность чтобы люди которые пришли с другого города получали другую цену в зависимости от от нашей наценки привязанной к рынку этого города сейчас конкретно в этом шаблоне этого нет то есть это есть шаблон битроник 2 но до может скорее всего до осени то есть мы выпустим такое обновление и в конце своего доклада я расскажу как его получится скидкой в том числе так кстати заодно показал панель выбора города у нас Москва Казань я видел среди вопросов у нас вопрос как перейти к миллионным оборотам ну скажу что готового бизнес плана такого не будет скорее всего мы будем говорить какие-то технические возможности маркетинговые фишки которые связаны с битриксом так и я вижу что у нас уже 16.38 у меня точнее по Москве 12.38 у меня еще минут 10 и потом нам с Никитой еще минут 10 отвечать на вопросы поэтому я постараюсь еще рассказать о небольших возможностях и потом перейдем к ответам на вопросы непосредственно так я сейчас рассказываю вам про непосредственно каталог и представление в карточке товара у нас есть возможность те же цвета сдавать характеристикой то есть стандартная возможность битрикс вот так билый синий фиолетовый если так нужно есть возможность указывать рекомендуемые товары это увеличение вашего среднего чека в принципе в розничном магазине эту функцию выполняет продавец который говорит что к этой блузке подойдет еще такой-то шарфик такие-то брюки и такие-то туфли в случае интернет-магазина у нас пассивный продавец это сам интернет-магазин и также может быть оператор заказа который принимает заказ перезванивает может тоже предлагать допродажи делать и как раз по поводу допродаж есть возможность сделать свои наборы в чем это заключается это возможность сопоставить несколько товаров в единый набор и купить со скидкой то есть мотивировать покупателя то есть я могу прямо отсюда нажать кнопку купить товар перейдет в корзину либо составить свой набор это наша возможность причем набор может быть больше чем из четырех товаров в том числе наличие отсутствия товара от размера я вам показывал уже поэтому не буду на этом остановиться есть вопрос по поводу остатков на разных складах то есть вот здесь у нас видно что данный товар есть в двух единицах на складе номер пять в 15 единицах на складе номер шесть вот и он наличие я видел вопрос по поводу того что у нас здесь наличия товара не было а товар указывался в наличии а это к тому что здесь дополнительные склады указан да здесь как вариант так ну собственно давайте оформим наш заказ покажу вам оформление заказа вот здесь мы еще раз можем подкорректировать наш заказ в небольшой панель и перейти в полноценное оформление заказа при полноценном оформлении заказа мы точно так же как Никита показывал можем менять цвет мы можем откладывать покупки например что этот ремень сейчас нам не по карману мы можем его отложить ну и не просто использовать купон на скидку заказать товар то есть здесь уже идет стандартный функционал битрикс я его до конца не буду показывать видите точно так же платежной системы точно так же службы доставки видно кто сейчас зайду только в личный кабинет то есть что можно было посмотреть истории моих заказов то есть есть их статус есть возможность повторить заказ есть избранные избранные товары так есть но есть настройки профиля ну и кстати сейчас я покажу еще аксессуары точно так же есть возможность сыграть с ценами например зачеркивать старую цену указывать новую цену то есть например если у вас еще есть какие-то действуют скидки и прямо отсюда например сравнивать один товар с другими например я пару товаров положу то есть в сравнение давай добавим у нас сравнение список сравнений откроюсь вот одну бабочку я удалю потому что она мне не соответствует а так бумажник вот два бумажника я могу сразу сравнить в принципе они отличаются что один для женщины другой для мужчины один для модной другой офисный и странная бренда разная тоже возможность быть социальной причем неограниченное количество товаров так сейчас я перехожу к ответу на вопросы Никита тоже может подключаться то есть будем комментировать вместе и кстати прежде чем закончу покажу как пример то есть магазины которые были созданы например на основе нашего решения дело в том что многие смотрят на решение и думают что его нельзя изменять что оно будет именно в таком виде и например и у меня и у моего соседа Васи это будет направлять на продажу сейчас покажу вам варианты что люди стандартное решение запускают но оно очень по-разному выглядит как разный магазин вот например магазин спецодежды как туристической одежды вот например у них они сделаны так то есть вы видите что они главные немножко изменили вот например тоже на основе нашего решения от того же аппарат сделан магазин вышивки да здесь у нас также различные свойства сделаны тип изделия можете положить в корзину и вот я сам даже не ждал но вот люди используют сделали на основе решения гипермаркет подарков смотря под что подходит решение например еще один магазин на рукоделии вот здесь используется стандартная нашим цветовая схема синие видно здесь нет здесь тоже тоже нет и здесь для сравнения теперь открываю ваши вопросы где можно будет посмотреть видеозапись вебинара когда владимир видеозапись ну я думаю сегодня или завтра уже выложим на сайте битрикс 1с битрикс раздел мероприятия вебинары можно будет посмотреть плюс ссылочки по моему по почте всем будут отправлять всем участникам вебинара также сегодня все кто задавал сегодня вопросы я постараюсь продублировать те вопросы которые ко мне были на почту сегодня или связаться с вами или по телефону как-то поговорим или по почте пообщаемся в принципе сейчас лето но смотрите я отвечаю на вопросы которые ко мне заданы олег спрашивает можно ли перейти с версия light на аппарель с затратами только на разницу стоимость лицензии на кмс плюс ваше решение да можно этим битрикс отличается от 1с здесь вы платите только разницу в цене решения главное чтобы у вас действовала еще техническая поддержка битрикс решение было обновлено вот кстати Олег задал этот вопрос немножко расскажу тоже что в принципе обычно все решения делаются на базе платформы битрикс малый бизнес в том числе наши но у нас есть небольшой свой дополнительный модуль который позволяет на более младшей редакции битрикс на битрикс старт делать интернет магазин с хорошим дизайном и потом переходить уже когда бизнес раскрутится именно на полноценную версию малый бизнес то есть это у нас есть аппарат в том числе смотрим дальше Юрий Фишельман задает вопрос у меня есть офлайн магазины есть 5 точек продаж как лучше отображать если в втором размере товар есть в одном магазине а в четвертом размере в другом Юрий я на первый взгляд предполагаю что это как раз разные склады это можно организовать через интеграцию с 1С а в целом лучше написать на почту мне либо Никите здесь есть моя почта шувер.мсв.ру и уже детально проконсультироваться бизнес-процессы можно организовать по-разному институт смотрю так были ли у нас еще вопросы Антон задавал как раз вопрос маркетинговый бизнес по поводу увеличить оборот здесь к сожалению мы говорим только фишки возможностей маркетинговой готового бизнес-плава нет Ну не знаю тут речь о увеличении конверсии в редакции 15.5 появилось несколько инструментов которые позволяют именно следить за конверсией и прогнозировать и увеличивать это и АБ-тестирование это и пульс конверсии это и триггерные рассылки Антон давайте договоримся что про новинки я подробно постараюсь рассказать в нашем следующем вебинаре который 30 июля либо можно написать мне на почту пообщаемся лично с вами так есть у нас еще вопрос такой подскажите как сделать так чтобы умный фильтр не тормозился на 4-5 тысяч товаров от Кирилла Чистобородова ну Кирилл здесь надо рассматривать конкретные случаи потому что интернет-магазин это три составляющие это непосредственно хостинг либо сервер выделенный скажем это непосредственно платформа то есть сам движок интернет-магазина как заведен ну и это вопрос еще то есть того пользователя то есть откуда он как бы заходит в интернет смотрит интернет-магазин поэтому здесь надо рассматривать конкретные случаи и анализировать Кирилл уточните фасетный индекс включен у вас или нет ну потому что с фасетным индексом никаких не должно быть тормозов что касается умного фильтра он специально под это заточен и специально был сделан для того чтобы большие порции большие каталоги не тормозили и мы смотрим не знаю у нас на проектах не тормозят ну я могу сказать еще что многие крупные интернет-магазины это сделано тоже на битрексе с очень большим каталогом номенклатуры ну да для примера я еще хотел бы показать как можно найти наше решение например и почитать подробнее про него в том числе сейчас минутку то есть еще мой экран отображается то есть нужно зайти на 1sbittrex собственно на marketplace 1sbittrex зайти набрать аппарель ну либо ромза наше решение то есть вы видите что у нас два магазина высадилось один за 27 за 25 900 они отличаются тем на базе какой редакции они построены аппарель это сделано на редакции старте аппарель это полноценный магазин на редакции малый бизнес и бизнес можно запускаться и здесь можно почитать у него описание те же внедрения то есть отзывы и обсуждения нажать на кнопку купить про тот бонус про который я говорил то есть это две вещи для участников вебинара прежде всего я рассказывал про аналитику рынка одежды в том числе Антон напишите мне на почту что вышли вам полноценные доклады из которых можно много чего почитать например мужчины и женщины которые покупают купки одежды в интернете чаще всего это женаты уже мужчины и женщины семья семьи и там на основе такого исследования можно составлять ответ покупателя и анализировать куда вкладываться в рекламу в том числе оффлайн и онлайн какие запросы делать в яндекс директе и прочих источников вот второй момент можете написать мне на почту вот это кодовое слово чтобы когда у нас выйдет про версия с зависимостью цены от города от склада то есть например для Москвы одна на центре для Сочи другая чтобы мы вас об этом информировали ну и предоставить скидку участников вебинара вот собственно у меня все сейчас посмотрю может быть еще задали нам вопрос с Никитой есть немножко есть немножко да вопрос ну в карточке товара спрашивают иконкурсим можно самому поменять на свою или только специалисту ну Дмитрий смотрите ну насколько у вас хватает знаний если посмотрите там картинку подменить только ну не знаю если htmlcss знаете что такое то проблема вас не составит если не знаете то лучше специалисту доверить это конечно ну кстати у нас вот чем готовые решения тоже отличается что вместе с ними не только с нашими но со всеми идет техническая поддержка в течение года и с одним из битриксов идет и вы можете этот же вопрос задать в том числе на техническую поддержку и вам помогут ну да это не сложная операция совершенно да то есть иконки меняются и вы видели по примерам магазинов да что в принципе все меняется у нас обычно идет еще акция от дизайнера что мы можем даже нарисовать бесплатно немножко неплохой вопрос цветовые схемы в стиле яндекс маркет Дмитрий ну это не знаю можете на почту написать пообщаемся да ну Дмитрий я могу сказать так же что цветовые схемы можно редактировать их можно менять тоже для любого решения это типовая возможность то есть какие-то доп деньги это будет стоить но не принципиальные вот поэтому конкретизировать да и писать на почту Кирилл тут у нас просто у нас тут не в курсе но Кирилл мне кажется вот это прям решение ваш проблем наверняка он вас не включен ну здесь скажем не гадать на кофейной вы считаете Кирилл то есть либо к нам либо к кому-то еще то есть к Никите полностью давать данные доступ чтобы уже люди смотрели что именно по настройкам у вас включено тормозит ли у вас на движке битекс либо тормозит на этапе на сервере выделенном вашем настройке сервера поэтому сказать что конкретное только ну потому что ну сложно да надо как минимум монитор производительности глянуть есть вопрос по таблице размеров для магазина одежды разные размеры евро равны разным реальным размерам так ну это мне кажется не вопрос движка здесь скорее какой-то ну это не знаю бизнесовый наверное вопрос но какой вопрос сейчас еще вопрос по таблице размеров для магазина одежды разные размеры евро равны разным реальным размерам ну смотрите я понял что есть евро размеры есть российские размеры есть еще то есть равны разным реальным размерам я предполагаю что можно по-разному Михаилу решать эту задачу можно несколько свойств заводить то есть несколько свойств размеров и им соответствия можно делать как делают ну вот самое простое решение решение этого вопроса в интернет-магазине отображается одна таблица размеров например сказано что это европейская либо это российская ну для примера без разницы и в каждой карточке товара то есть либо где-то на интернет-магазине то есть ярко есть выделенная область где сказано таблица соответствия российских размеров там европейским и прочим где уже человек может зайти посмотреть что то есть вот у меня размер такой-то я знаю то есть он соответствует такому-то размеру евро И он соответствующее выбирает. Можно даже предупреждение в корзине еще где-то делать. Либо, если интересно, хорошо заморочиться, то это, конечно, можно иметь несколько свойств, можно иметь какие-то соответствия прописывать. Но это уже общаться с программистом более конкретно сейчас не сможем сказать. Олег, как партнер BitX, задал нам как компании вопрос по поводу наших демо-версий, как их предлагают клиентам. Олег, напишите мне на почту, есть возможность, без наших контактов, чтобы не уводить у вас клиентов, показывать демки. Так, Армен спрашивает, что кроме размеров нужно отобразить ее рост. Ну, без проблем. Размер, рост, все что угодно. Это все настраивается, вы просто справочники сами набиваете. Какие у вас свойства будут у этого товара и какие они будут иметь значения. Ну, совершенно без проблем. Да, по поводу разных размеров я даже по... Так, вот как раз с такой проблемой столкнулся, что есть бренды, у которых размер R-40. А вы знаете, Михаил, а вот здесь движком никак этот вопрос не решить. Знаю по другим сайтам, например, одним английским, пробую. У них в каждой карточке товара идет ссылка на отдельную страничку, где для каждого бренда прописана размерная сетка и соответствие Ростовка в сентябре. Ну, вот как раз Никита говорит ту же идею, о которой я говорил, просто в соответствии размеров, только она не просто привязана к странам Европы, там, Россия, Китай, но конкретным брендам. Да, это даже у одного бренда, я не знаю, вот в качестве примера могу привести обувь, когда в зависимости от того... Обувь один и тот же бренд, да, к нам, ну, кроссовки, допустим. В зависимости от того, где произведена пара Америка, Англия или Китай, они все разные длину в сантиметрах имеют. И тут, ну, движком никак этот вопрос не решить. Только прям прописывать, не знаю, мерить и прописывать руками вот в такую табличку выносить. Да, да, да. Так, ну что, вопросы у нас вроде кончились. В общем, пишите либо мне, либо Михаилу. Почту показывали, говорили. Кому, если что-то не ответили, я сегодня, сейчас все эти вопросы сохраню в отдельный файлик и обязательно со всеми еще свяжемся. Спасибо вам за участие в нашем вебинаре. Надеюсь, он был полезным. Обязательно приходите 30 июля, поговорим именно о новинках. Больше поговорим о новинках, которые появились у нас в 15.5. Ну, я надеюсь, как раз к этому времени у нас уже появится что-то интересное, что можно будет показать, как, например, вот отгрузка заказов с остальными частями. Это очень клевый функционал. А вот вопрос еще появился. В карте товара возможно скидывать видео? Да, можно добавить видео. Да, да, тоже, да, это несложно. Без проблем. Нужный функционал, многие это делают. Я не знаю, Михаил, у вас это по умолчанию в шаблоне есть или нет? У нас, по-моему, нет. Да, да, у нас есть такая возможность видео. Ну, у вас, по-моему, более узкопрофильный шаблон. Так что можно. Мы уже применяли это на других шаблонах, да? Да, такой функционал именно в одежде, он имеет спрос. Все, я тогда ставлю запись на стоп.